Слава Украине! Привет всем от Полонского и кота, который кошка. Вот там ее снизу видно, видите? Вот, вот, кот, который кошка. Да, а то говорят, где она? На то на спецзадании, на операциях ходит. Вы что думаете, просто так российские мосты падают? Вот и я об этом. Она занята, а вы хотите, чтобы она со мной тут в телепередачах принимала участие? Не получается, нет времени. Да, ладно, так давайте отбросим сейчас, как говорится, вопросы диверсии, которые совершила Мася, а остановимся на встрече так называемого министра овсяных, извините, иностранных дел, ну он овес, да, там, вы понимаете связь, Российской Федерации Лаврова с европейскими дипломатами. Да, значит, пригласили европейских дипломатов, дипломаты стран ЕС и не только ЕС, на встречу с этим вот деятелем полей и огородов путинским, с тем, чтобы, значит, рассказать им о грядущих на России суперсвободных выборах и о том, насколько Россия великая и могучая страна. Значит, им разослали приглашение, встреча должна была состояться завтра, и вот, ну и как обычно бывает, всегда послы приходят послушать, на то они и дипломаты, действительно, они всегда приходят послушать министра иностранных дел, соответственно, государства, в котором они работают. Это стандартная процедура. Что вы думаете? За два дня до того, как должна была состояться эта, так сказать, встреча, дружный плевок в морду Лаврова от европейских дипломатов, они заявили, что ни на какую встречу с этим вот деятелем они не пойдут, от слова вообще. И все, все до одного отказались от этой встречи. Так что, в принципе, ну, у Лаврова есть замечательная сейчас возможность рассказать о том, как будут проходить выборы на России таким замечательным государством с глубокими демократическими традициями, например, как Северная Корея, Иран или же Эритрея, где выборов не было уже 30 лет. Да, вот так вот, кстати. Значит, с чем это связано? Ну, тут несколько моментов. Первая война в Украине, второе убийство Путиным Навального, то есть, понимаете, когда вы сидите рядом вот с Лавровым, вы попадаете с ним на одни фотографии и так далее, и так далее. Это может потом сказаться на вашей карьере, потому что, ну, кто-то хотел в свое время фотографироваться с Гитлером, Геббельсом, Риббентропом, тем же самым, да. Никто же не хотел фотографироваться, потому что, ну, сами понимаете, ну, когда они уже начали свои зверства творить, никто не хотел с ними фотографироваться, потому что это было чревато потом, ну, у тебя спросят, а что это ты стоишь с упорем рядом? Вот. Ну, точно так же не хотят из чувства полиэлементарной гигиены каким-то образом контактировать и находиться в одном помещении с этим вот конем педальным Лавровым. Вот. То есть, более того, они узнали, что оказывается, на этой встрече Лавров хотел их разнести за попытки, значит, внести сумятицу в российские выборы. Какие, какую сумятицу, какую выборы. Этих выборов не существует. Европа их не собирается признавать. Самого реального кандидата в президенты, значит, убили. Этого такого полуфейкового, но тем не менее, этого Надеждина, господи, прости, который мало что из себя представлял, но хотя бы был известен избирателям, его тоже сняли. Ну, как в стиле Лукашенко, да, или Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, кстати, у него же тоже всегда есть, когда его избирают на съезде Трудовой партии Кореи, там, да, у него всегда есть два или три соперника, которых назначают, там, специально подученные люди, вот, с тем, чтобы показать, что праздник демократии, он на лицо. Точно так же, как на сегодняшней России назначили на выборы несколько ноунеймов, по сути, их вообще никто не знает, кто все эти люди, да, вот. Поэтому русские выборы невозможно дискредитировать, невозможно им помешать по причине отсутствия русских выборов. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, когда, значит, послы узнали, что, на самом деле, беседа состояла бы из монолога лошади о том, что, значит, какие-то злобные, значит, государства хотят помешать волеизъявлению свободного, суперсвободного российского народа, ну, они сказали, ну, так мы правильное решение приняли, не идти туда заранее, да и все. Вот, собственно говоря, такая ситуация позорнейшая абсолютно. Я даже не знаю, в какой еще стране послы отказываются идти на встречу к министру иностранных дел. Ну, еще раз я вам скажу, у Лаврова не все так плохо. Вот, совсем недавно он провел, я же говорю, замечательные абсолютно переговоры с представителями, с Мумбой Третьим, по-моему, из Фазеленда его зовут, я забыл точно, как его, простите, если я неправильно назвал его, его имя, по-моему, Мумба Третий, или Бумба, или еще как-то, Номе, как-то он называется, да. Не хочу оскорбить этого человека, вот, но он достойный человек, в принципе, в Фазеленде там хорошие короли, они помогают местному населению, значит, и дайте, кстати, вот, я немножко отвлекусь на Фазеленд, единственный способ заработать в Фазеленде, вы же не знаете, это великое государство, с которым дружит Россия, да. Так вот, значит, единственный способ заработать в Фазеленде, это родить дочку и продать ее в гарем, вот, местного короля. У него там, по-моему, 1400 или 1800 жен, и он очень хорошо платит тем семьям, да, которые ему там очередную жену приведут, ну, или наложницу, там уже такое, там уже черт их разберет, вот, то есть им дают баранов за это дело и так далее. Эта семья после этого может считаться даже в какой-то степени состоятельной, поэтому в такой замечательной стране, как Фазеленда, расцвет демократии, вот, и все ужасно довольны жизнью, но это не точно, конечно, да. Вот, и вторая страна, да, которая тоже не погнушается, конечно же, повстречаться с Лавровым, это замечательная страна, которая называется Эритрея, которая вообще достигла, знаете, невиданных абсолютно успехов, например, в экономике, в стране установили уже один банкомат, целый банкомат установили, да, и он иногда даже работает, вот. А еще там, говорят, провели свет на одной улице, в принципе, там, по-моему, всего одна улица на всю страну, неважно, вот. То есть, вот, а, да, но самое же главное по поводу выборов, они же им рассказывают, будто о выборах, да, это Эритрея, и, господи, прости, Фазеленди, да, да, так, выборы в Эритрея, они были, и они очень хорошо состоялись, но потом, 30 лет назад, их президент почему-то решил, что выборы это абсолютно, ну, такое ненужное действие, значит, оно забирает время, деньги, и вообще он такой хороший, что ничего лучше уже эритрейцам не нужно, поэтому 30 лет он назад выборы отменил и назначил себя пожизненным президентом этого замечательного государства. Вот с ними, как раз, с Фазелендом и Эритреей, вот, Лавров провел переговоры и все рассказал о российских выборах. И ему, значит, это самое, его поняли, простили и похвалили за развитие демократии на России. Редактор субтитров А.Семкин